Продолжение следует... 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 если нынешний ажиотаж связан с холодным ядерным синтезом, которым в том числе поддерживает и ваш покойный слуга, то сразу же захотелось бы сказать, а не получается ли так, что к медиа сюда прибавляется вот этот самый образом диетерий, и после этого она приходит в цинк. Эта реакция идет с выделением тепла. Почему-то это происходит, реакция идет на протяжении многих суток, два-три раза в день, и вот такая вот вещь происходит. То есть у тебя она над трубкой начинает сильно разогреваться. Вот, в этом и состоит наша, как бы, сегодняшняя проблема. То, что я понял, это все могу рассказать. Ну, значит, выступая в качестве адвоката дьявола, ну, первое, что сразу же приходит в голову, я знаю эффекты, связанные с тем, что когда какие-то металлы ты производишь на их водораживаниях, то есть, грубо говоря, восторяешь в них той же самой диетерий, то у тебя температура поднимается. Почему это к этому способу не подходит? Да по той простой причине не подходит, что у тебя эффекты эпизодические. Не может быть так, что, если у вас на водораживание происходило бы, наверное, можно понимать, такой термин, как диетеризация металла, да, диетеризация металла, она бы у тебя происходила бы все время, то тогда бы, а вдруг у вас всегда бы грелось. А у вас вот именно и речь идет о каком-то спонтанном, неизвестном, откуда взятом эффекте. Я что-то как-то не особо верю в ядерный синтез все-таки здесь. Но надо попытаться вот этот самый эффект, для чего мы тут с вами сегодня собрались, попытаться объяснить каким-то образом, не подбегая таким представлениям, как холодный ядерный синтез. Есть какие-то предложения? Ну, значит, одно из таких версий, которые она была состоит, насколько диетерит неустойчив. Ясно, что... А вот можно вопрос, а почему ядерный синтез вот как бы совместен с такой случайной, ну, не с периодичностью этих процессов? То есть, мне кажется, здесь самое странное, это вот эта периодичность. И она как бы как не подходит к каким-то физическим объяснениям классическим, так и не подходит вот этому. Или он какой-то особенный вашим холодным? Потому что всегда, когда мы работали с ядерным синтезом, с холодным, то у нас никогда не было повторяемости и эффектов. Это окончается, свеченный японцы из их первых классических работ. А то было, то не было. Очень интересно. А как бы... Как сказать? То, что вовсе удалось добиться повторяемости при каких-то вещах, считается его большой заслугой. Просто это же как бы, ну, отличие науки от ненауки, повторяемость результатов. Понятно, понятно, понятно. Какое-то наличие какой-то... Да, но тем не менее, эффекты бывают достаточно часто встречаются, но я тебе могу сказать, что уйдет обычный распад 235-го Ивана в атомном реакторе. У него порядка 300 осколков различных. Различными 300 видами он усталяется. То есть никогда нельзя сказать, по какому каналу и какой у тебя будет... Ну, это понятно, да. Здесь, похоже, та же самая ситуация. Почему в этом смысле мне вот Иван Уш-Дахтян позвонил по этому поводу, что похоже, что, быть может, здесь что-то есть такое. Нет, ну, то есть, что хотят сказать, что один атом, не знаю, дейтерия присоединился к одному атому меди и произошла такая реакция и выделение тепла. Или все-таки n-ное количество. n-ное. А если n-ное количество, тогда никакие вот эти вот объяснения, связанные с аналогией с ядерным реактором, не подходят. Потому что там как бы одновременно происходит с некоторой вероятностью куча вот таких процессов. А здесь получается, что они то не идут, то идут. Они не чередуются. Понимаешь, если бы это было с одной частицей, я бы еще понял. Да, вот то не идут, то не идут. Вот действительно вот так. И моя одна из гипотез, с которой я об этом подумал. И мне очень хочется сказать, что дейтерия-3, быть может, он находится, но его энергия, его связи, она, то есть он выступает в качестве некоторого более возбужденного состояния по отношению дейтерия-2. Чтобы образовалась дейтерия-3, то надо положить еще некую дополнительную энергию. Соответственно, когда дейтерия-3 распадается, то у тебя какая-то энергия выделяется. Согласны, да, со мной? Ну, если они бомбардировали мишени, то явно вкачивали тем самым... Закачивали. Поэтому, вполне возможно. Я тоже сделал вот такое... Вы здесь не находили дейтерию-2? Я вот этого и не знаю. Если же мы его не находили, значит, он не раздрагается. Смотрите, я-то все-таки думаю, что когда все-таки дейтерию-2, в этой медной трубке, когда он проходил, все-таки составлял большинства. Да, естественно. Если они бомбардировали, там же если не единица в этой реакции, огромное количество газа оставалось таким, как он был. Я тоже считаю. Вот. Мне, быть может, казалось, что дейтерия-3 при некоторых условиях может спонтанно в этой самой трубке проходить, распадаться. И эта реакция будет происходить с выделением тепла. Вот моя гипотеза первая, что здесь может. Что здесь холодные ядры на сито совершенно ни при чем, а дело состоит спонтанно в распаде дейтерия-3. Проверить это нельзя, потому что тогда бы вот здесь если там стоял масс-спектрометр, он должен был в момент вот этого нагревания этой трубки аномальной фиксировать уменьшение количество третьего дейтерия. Это раз, а второе, опять же, мой вопрос остается в силе. Почему на трубке? Они вдруг все дейтерии-3, вдруг взяты и все спонтанно расшат. Что уже было бы очень важно, типа как в лазере и каких-то других системах, по каким-то причинам. Что они где-то в офисе какой-то... То есть это как партия такая, то есть мы все голосуем за этого кандидата. А теперь мы как бы поменяли кандидата. Может быть, что на самом деле в очередной раз... Как пузырьковой камере какой-то. Игорь, про этой жидкости. А не может быть, что еще реакция сопровождается, что бомбардируется в дейтерии-3 уже. То есть это налетает уже... Он же образовался. Как бы... Но его мало просто, но есть какое-то там возможность на того, что уже... Летящие частицы попадают в дейтерии-3, но это уже как бы градус мало, и поэтому она там... Но они попадают опять же точно так же все время. Мне кажется, надо присадить... Если вы хотите, что-то объясняю. Вот, действительно, надо присадить только от периодичности. Что может быть такого? Какие такие процессы? Я вот знаю только физики твердого тела разные там процессы, когда спонтанно как бы ты вкачиваешь, вкачиваешь энергию, вкачиваешь, вдруг раз у тебя, допустим, поменяют... Какой-то переход. Да, какой-то переход. А я знаю, магнитик переход. Физики с жидкого тела. Ну, жидкого тела еще. Когда у тебя есть приклетое жидкость, вот потряс немножко, она уже в лед обратилась. А если у тебя это не вода, а какая-нибудь... Ну, на что характерно, это всегда как бы... Очень много тепла в этом уделяется. Что-то типа старт физики какой-то крупных систем, большого количества частиц, находящихся в какой-то более-менее связи. Вот, я знаю еще такую забавную штуку, знаете, про пароводород и ортоводород. Что у вас, когда H2 есть, молекула водорода, то у тебя эдерные спины могут быть либо параллельны, либо антипараллельны. Когда они параллельны, у тебя с умами спины равен 1, да, тогда у тебя там три различные состояния. Плюс 1, минус 1 и 0. Когда у тебя есть, знаю, когда у вас у магнит спины 0, у тебя он всего лишь 1 в состоянии 0. Кстати, пароводород и ортоводород при нормальной декомной температуре находится соотношение 3 к 1. Ну, вообще, как бы, насколько я понимаю физику, у нас электронный момент и ядерный момент складываются и дают полный момент. И, как бы, и он является хорошим квантовым числом. Вот. А при холодных я поговорю про орта и пары, я сейчас об этом тоже поговорю, про орта и пары. У них эта асимметрия 3 к 1 нарушается. Это просто эмпирический факт. Здесь у нас система гораздо сложнее и хитрее. У нас же есть еще нейтронная спина одна, вторая. У нас есть электроны, которые здесь есть поверхности. И у нас есть те же самые протоны и при более 3 штуки получаются. И может быть ли этот такой процесс, происходящий более-менее спонтанно с перекидыванием вот этих ядерных спинов из одного состояния, как это происходит, при охлаждении между парой и ортоводородом. Опять же, это все было бы не приорит. Нет, это было бы как фазовый переход. Это было бы именно как фазовый переход, потому что у тебя получается некий аналог магнитик. Это вот вторая гипотеза, которая существует. Первая, это состоит в том, что у тебя почему-то спонтанно распадается D3 с какой-то стати, два раза в день. Это было бы очень странно. Да, на завтрак и на ужин. А время обеда он не распадается. А третье, это состоит, что у тебя система D3 очень сложная, реально. И у тебя при этих низких температурах, которые у тебя наблюдается для обычного водорода, концентрация пары и октаводовода меняется. У тебя здесь тоже возникает какая-то икра со спинами очень интересная. Как-то тепло непонятно, чем происходит. Это как раз естественно. А температура трубки она постоянно поддерживается? Да, но у нее жидким азотом охлаждается. Просто стоит бочка за жидким азотом и охлаждается. А каким образом они там детектировали тепло? Просто видно, взяла ванная и стала горячей, закипела. Несмотря на то, что ее охлаждали? Жидким азотом, да. Веселот расплавился, который на нее конленсировался. То есть, очень сильное выделение тепла? Ну да, сильное выделение тепла. Не знаю, насколько сильное. Ну вот, давно уже лет-то много прошло. Сами понимаете. Все уже остыло? 35 лет уже прошло, касательно. Так, а ну еще они все это выключали, да, спокойно? Ну я спрашиваю, в случае. Позвоним по скайпу и спрашиваю. Ну вот, они, то есть, такая вот у них реакция, работает, работает, они что-то там нулядят. А, конечно, по скану бы, то есть, такие старые получили. Но, может быть, вот, действительно, со спинами какая-то игра. а не могло быть такого, что там трубка эта постепенно, постепенно нагревалась, нагревалась, нагревалась. Очень важно, очень важно, как бы, о какой периодичности, если просто, вот, если случайно два раза в день, это один раз какого. Если с некоторой регулярностью, похоже, что каждый день, но... Понимаешь, потому что даже со спинами, даже со спинами, такая спонтанность, да, вот они там все, а потом раз, так все перевернулись, она тоже будет происходить, как бы, нерегулярно. Чего бы ей происходить регулярно? Понимаешь? Ну, нерегулярно, нерегулярно происходило. Она может произойти два раза подряд, а потом, допустим, произойти нескоро, а потом еще раз, то есть не так, что там два раза в день. Да, да, это тоже интересно, но вот я, что он это наблюдал, я думаю, что... Что здесь единственная поразительная вещь, это вот эта нерегулярность. Он хочет знать, где не попадал. Ван уже Геваркович, он, значит, нам... Думаю, что... Хотя он многое, наверное, помнит с возраста этих экспериментов, но далеко боюсь, что не все. Мне кажется, действительно, это обсуждать... Мы обсуждаем, не зная, как бы, очень многих подробностей. А может, какие-то скрытые параметры есть, которые... С экспериментами не знаю. Может, у них действительно опыт нечистый был, понимаешь, может, еще что-то как влияло. В соседней комнате включали в этот момент другой прибор. Чай-чайник, да, чай-чайник. Да нет, я вот даже не выглянулся. Ну, такой тоже был. Сама просто назад кончился. Там пульсак, как бы, знаешь, там тоже... Кофеварку включил. Заметили, оказалось, что это кто-то там электропилу в соседнем гараже включал. Понимаешь, и шли по... То есть, чистота эксперимента тоже важна. Сейчас, насколько она соответствует с кем? Ну, они же тел заметили, но поскольку это было неважно. обсуждать чистоту, не чистоту. Чтобы был предмет, надо знать поподробнее как бы факт. То есть, вот нам говорят о том, что вот было что-то. Мы спрашиваем, а что было там? Допустим, нерегулярность, какого характера? То есть, недостаточно информации о том, что ты говоришь. Не важно там, верим мы, не верим. По крайней мере, я это не начал обсудить, такое вещи. Вот обсуждаю. Вот он знает, что теперь нужно еще вспомнить. Для любви это обсуждение. А лучше космологию расскажешь. Ну, что, есть еще какие-нибудь вопросы по этому вещам? Да нет, остановимся на этой теме. Ну, хорошо.